Эта рабочая неделя начинается с новостей из Еврокомиссии. В Брюсселе опасаются влияния антироссийских санкций США. Также обсуждаем меры борьбы с утечкой официальной информации в сеть и позитивный прогноз МВФ. Не переключайтесь. Повлияют ли новые антироссийские санкции США на европейские, энергетические и другие компании? Именно такого исхода Брюсселе боится. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Йонкер призывает в срочном порядке обсудить возможный ответ ЕС, если же Штаты ведут новые антироссийские санкции без учета их замечаний. Документ Еврокомиссии будет представлен на заседании в среду и в СМИ просочилась информация, что в нем будут несколько вариантов ответа. Например, необходимость получить от Донда Трампа заверение, что санкции не будут затрагивать интересы ЕС. Или же признание недействительными на территории Евросоюза американских санкций, которые нарушают европейские интересы. Следует вспомнить, что Конгресс США утвердил текст законопроекта по санкциям против России и Ирана, голосование по которому запланировано на завтра в Палате. Решительно настроенный новый директор по коммуникациям Трампа собирается прекратить постоянные утечки информации в сеть. Каким образом? По его словам, решительными мерами. Новичок Белого дома Энтони Скоромучи, ранее активно поддерживающий Хилари Клинтон, заявил, «Мы должны остановить утечки, происходящее указывает на непрофессионализм сотрудников и не помогает президенту Трампу». Сам же Трамп постоянно жалуется на слив официальной информации из собственной администрации в СМИ. Интересно, что Скоромучи буквально недавно почистил свой твиттер, удалив старые посты с критикой Донда Трампа и хвалебными отзывами о его главной сопернице по выборам. Это не ускользнуло от журналистов, поэтому директору по коммуникациям пришлось прокомментировать и этот момент. «Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать внимания. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что имеет значение». Скоромучи также заявил, что политика, которая строится на том, чтобы подловить противника, закончилась. И напоследок о позитиве. МВФ уверен, что вот-вот произойдет самый масштабный прорыв роста мировой экономики за 10 лет. Международный валютный фонд в прогнозе конъюнктуры мирового рынка утверждает, что именно Европа и продвинет цифру вперед. Прогноз роста экономики повышен практически для всех регионов. В этом году он должен составить 3,5%, а в следующем – 3,6%. «Мы скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран еврозоны. В частности, это Германия, Франция, Италия и Испания, где рост экономики в первом квартале существенно превышает наши ожидания», – заявляют аналитики. Но вот для США прогноз экономического роста поменяли в сторону уменьшения. «С глобальной точки зрения корректировка нашего оптимистического прогноза на ситуацию в США является самой серьезной потерей», – заявил главный экономист МВФ. Одной из причин стали проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы. На этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Команда Дукаскопия ТВ желает вам удачной рабочей недели.